Англо-американские войска, наступавшие осенью 1944 года, стратегии широкого фронта, почти без боя освободили южные районы Бельгии и Голландии. В это же время Красная Армия вступила в Болгарию и Югославию. Нацистская Германия все еще оставалась сильным противником. Потери на фронтах были огромны. Сентябрьские сражения в Европе, по мнению историков, во многом могли изменить исход Второй мировой. Об этом в нашей рубрике «Победа или Виктория». В конце сентября, начале ноября армии стран антигитлеровской коалиции провели две стратегические операции. Речь идет о Белградской наступательной операции Красной Армии и американо-британской наступательной операции Маркет-Гаден. Первыми начали сражения наши союзники. Убедившись в неспособности пробить немецкую линию Зигфрида в лоб, союзное командование решило обойти ее с флангов. 10 сентября фельдмаршал Монгомери, командующий британскими войсками, предложил план вторжения в Германию. Он предусматривал удар через Голландию на Берлин. Союзники во что бы то ни стало хотели опередить Красную Армию в выходе в район Берлина. Операция получила название Маркет-Гаден. Для проведения операции были сосредоточены две американские и английская авиадесантные дивизии, а также польская парашютная бригада. Всего 35 тысяч десантников. Их задача — захватить мосты через пограничные реки и обеспечить нанесение главного удара частями 1-й канадской и 2-й английской армии. На советско-германском фронте основные сражения развернулись на Южном крыле. К концу сентября 1944 года на границу с Югославией вышли войска 57-й армии 3-го Украинского фронта. В Москве была достигнута договоренность о том, что освобождать восточные районы Югославии и Белград будут совместными силами Красная Армия и югославские партизаны. Тем временем союзники закончили подготовку операции. С 17 по 20 сентября в районе городов Арнем, Везель и Немиген был высажен парашютный десант. Две авиадесантные дивизии вместе с прорвавшимися к ним частями 2-й английской армии повели наступление в северном направлении, но захватили лишь незначительные плацдармы на реках Нижний Рейн, Маас и Вааль. Уже 24 сентября немцы нанесли сильный контрудар против 1-й английской дивизии ВДВ в районе Арнема. Красная Армия перешла в наступление 28 сентября. 10-й стрелковый корпус во взаимодействии с частями югославской армии вышел к Дунаю, форсировал реку и создал условия для наступления на Белград с северо-востока. Советские танки с югославским десантом на борту достигли южной окраины столицы Югославии. Создалась реальная угроза окружения немецко-фашистских войск, действовавших юго-восточнее. У союзников дела обстояли хуже. Британские десантники захватили мост у Арнема, но не выдержав натиска немцев, оставили переправу и вели бои на выживание. Главные силы 1-й канадской и 2-й английской армии вместо того, чтобы помочь десантникам в развитии наступления на север, приступили к зачистке междуречия Маас и Шельда. Фактически, крылатая пехота была брошена на произвол судьбы. 25 сентября уцелевшие части 1-й воздушно-десантной дивизии под Арнемом отступают, пытаясь соединиться с 30-м корпусом 2-й армии. 2200 человек прорываются, 6000 попадают в плен и 1000 погибает. 27 сентября последние британские и польские солдаты сдались гитлеровцам. Вслед за этим вермахту удалось остановить наступление остальных союзных войск. Из воспоминаний Уинстона Черчилля, премьер-министра Великобритании. После этого не было предпринято ни одного какого-либо крупного наступления. Лишь весной усилия наших войск увенчались победой, которую они вполне заслужили и чуть было не одержали еще осенью. Так бесславно закончилась операция «Маркетгаден», целью которой был прорыв в Берлину. Нелегко пришлось и бойцам Красной армии. В Белграде немцы упорно сопротивлялись. К исходу 20 октября советские и югославские войска при поддержке авиации и кораблей Дунайской военной флотилии штурмом овладели крепостью Калимикдан. Последним очагом сопротивления фашистов в Белграде. В уличных боях гитлеровцы потеряли 15 тысяч убитыми и 9 тысяч пленными. Жители Белграда встретили Красную армию с ликованием. В операции «Маркетгаден» немцы потеряли в общей сложности 3300 человек. Треть из них убитыми. Потери американцев и англичан по Дарнемам достигли 15 тысяч человек. Вермахт уничтожил или захватил практически все тяжелое вооружение английского десанта. Автор операции «Маршал Монгомери» вынужден был признать, Берлин был потерян для нас, когда мы не смогли разработать хороший оперативный план в августе 1944 года, после победы в Нормандии. В то же время Белградская операция открыла Красной армии путь для успешного наступления на Будапештском направлении. Военно-стратегическая инициатива полностью перешла в руки Советского Верховного Главнокомандования. Виктория пока откладывалась, победа приближалась. 9 октября 1944 года в Москву для срочных переговоров со Сталином прилетел премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Его очень беспокоил вопрос о послевоенном устройстве континента и разграничении сфер влияния между союзниками. Англичане дали этой операции кодовое имя Толстой. Об этом и октябрьских сражениях на фронтах в следующем выпуске программы.